МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы проводим региональные соревнования, посвященные Дню защитника Отечества. На встречу победе называется у нас областные соревнования. На татаме выйдут бойцы в двух видах программы, будут выступать в Ката и в Кумите. Всего 431 участник. Принимают участие спортсмены, начиная с 18 лет и старше, и самые молодые спортсмены, начинающие в возрасте от 8 до 17 лет и от 6 до 7 лет. Эти соревнования являются одним из этапов подготовки к предстоящим крупным Дальневосточным соревнованиям. Это к чемпионату первенства Дальневосточного федерального округа. Работаешь ногами, руками, у тебя отрабатывается техника. Ты становишься быстрее, у тебя хорошие удары. Все, как я думала, когда ездят на соревнования, у них сердце стучится, не знаю, как молоток, потому что переживания. И хочешь там занять место, тебе мама постоянно говорит, займешься, а ты такой, ну, как сказать, постоянно боишься. Сегодня я тоже боялся. Надеюсь, сегодня я займу первое место. Продолжение следует. Субтитры делал DimaTorzok Дима Торзок 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 Акад, на кач! Сегодня у нас проходит командный чемпионат Сахалинской области. Первый тур играет высшая лига. То есть это все самые сильнейшие спортсмены, которые стоят в прайс-листе. По рейтингу 10 кандидатов мастера спорта. Играем мы по круговой системе. 6 команд до 3 очков победных. В связи с тем, что прошел у нас чемпионат Дальневосточного федерального округа, очень большой подъем у спортсменов. Те хотят побеждать, показывать свои навыки, знания и умения. Ну и, как говорится, пусть победит сильнейший сегодня. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Занимаюсь я с 7 лет, ну приблизительно 10 лет. У меня не было цели именно достичь какого-то звания, там КМС или мастер спорта. Играл просто в свое удовольствие и с течением времени так получилось, что достиг этого звания. В высшей лиги в основном все команды состоят из взрослых людей. Довольно сложно с ними бороться, поскольку у них много опыта. Но все равно, и я тоже играю с раннего детства, в принципе, могу найти подход к каждым людям. Продолжение следует... 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 Соревнования «Лед. Надежды. Наши». Здесь участвовали на этих соревнованиях все желающие на любых коньках, но на беговых никого нет. В этом году уже отличный лед, хорошо подготовили, между прочим. Хорошие детки уже, видимо, занимались чем-то, хоккеем или еще чем-то, но любым видом спорта. Я бы набрала себе, если бы я тренера, я бы набрала много из этой толпы. Ой, мне очень понравилось. Я первый раз участвовала в конькобежном, в принципе, виде спорта. И вот моя пара на старте уже стоит. И я понимаю, что девочка тоже такая, на фигурных, скорее всего, будет милен. Ну, хороший старт она такой дала, прям молодец, такая разогналась. Я прям еду, понимаешь, что она меня на полкорпуса обгоняет. Я прям вижу ее боковым зрением, понимаешь, что надо что-то делать. И я просто такая, понимаю, что падаю, лишь бы конечком вперед вытянуться и просто линию финиша преодолеть. И просто красиво, феерично падаю, кручусь. И вообще все было здорово. Я вперед спрашиваю, зачлось это или нет, зачет. Они такие, зачет! Я такая, да! Музыка! 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 Соперники, ну, неплохие. Но я бы не сказал, что они как бы подготовлены так, как надо. Почему? Потому что видно, что они в молодости этим видом спорта не занимались. Я, в свою очередь, в 70-е годы занимался конькобежным спортом. Поэтому кое-что осталось от тех далеких времен, то есть вот эти все навыки, которые нужны, когда бежишь на льду. Музыка! Музыка! Субтитры подогнал «Симон»